Власть в нынешних экономических условиях делает особую ставку на малый и средний бизнес. Именно он в силу своей мобильности и гибкости может мгновенно реагировать на меняющуюся обстановку, оперативно заполнять освобождающиеся рыночные ниши, а это и доходы в бюджет, и сохранение рабочих мест. Выигрыши остаются все. Именно поэтому в последние годы правительством большое внимание уделяется созданию и развитию инструментов государственной поддержки малого среднего бизнеса, включая льготное налогообложение. Предоставление микрозаймов, гарантий, кредитов на льготных условиях. О кредитах поговорили отдельно и подробно. За пять лет своего существования Государственный фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал более 2 миллиардов рублей предпринимателям на весьма выгодных условиях. 70% это, конечно, сельхозники, потому что у нас край ограбный, но остальная масса предпринимателей – это оказание услуг, строительство, промышленность и так далее. Здесь широкий спектр у нас предоставления этих услуг. Мы предоставляем до 3 миллионов рублей под процентную ставку 5,5% годовых, 5,75% годовых, 6,0% годовых, или же 7% годовых в зависимости от того, на какие цели вам нужны финансовые средства. Воспользоваться этим могут и анапские бизнесмены. В Центре поддержки предпринимателей, который открыт в нашем городе, обещают помочь всем. Актуальность предложения доказывают цифры. Сегодня официально зарегистрировано 13 тысяч предпринимателей. Они дают работу почти 30 тысячам человек. Только за год их количество выросло на 8%. Отличные показатели и по курортному сбору. Поступила от Анапы фонд развития курортной инфраструктуры 18,7 миллиона рублей. В денежном выражении планы перевыполнили более чем на 5 миллионов. Уже сейчас, если говорить о процентах, это 137% у нас роста. Все средства будут направлены на развитие курортной инфраструктуры. Реконструкцию набережной, украшение города малыми архитектурными формами, обновление подсветки. В следующем году количество зарегистрированных туроператоров должно существенно вырасти. А общая цифра курортного сбора планируется на уровне 29 миллионов рублей. Анапа за последнее время зарекомендовала себя как один из лучших курортов Черноморского побережья. Эти позиции необходимо не только удержать, но и улучшить. Тем более потенциал для этого есть. На примере телерадиокомпании Анапа-регион предприниматели познакомились с новыми методиками и технологиями продвижения товаров и услуг в интернете. Сегодня присутствие в глобальной сети – одно из главных условий успешного ведения бизнеса на курортной территории. Ведь основные потребители услуг – это люди, которые приедут отдыхать в наш город. Однако, по мнению присутствующих, нельзя забывать и о том, что и местные жители должны знать, что происходит в муниципалитете. Очень много вопросов поступает, в том числе и среди предпринимателей, а что будет с местными телерадиокомпаниями после перехода на так называемое цифровое обещание. Скажу сразу, что, по сути говоря, для нас, для телеракомпании Анапа-регион ничего не поменяется. Мы к работе так и будем работать. Из аналогового обещания идут федеральные каналы. Нас смогут смотреть также в аналоге те, кто не имеет технической возможности перейти на цифру. И даже те, кто подключился в автоматической настройке, наш канал будет ловить все телевизоры. Предпринимательство, по словам главы Анапы, сегодня является одним из ключевых резервов роста экономики курорта. И в нашем городе, заверил Юрий Поляков, будут создаваться максимально благоприятные условия для развития бизнеса. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион.